Здравствуйте, дорогие друзья! Лидеры Конгресса США согласовали процедуру запрета поставок энергоносителей РФ и остановки нормальных торговых отношений с Москвой и Минском. Конгресс – это одна из частей американского парламента. И вот очередное заявление, что да, ребята, мы готовимся ввести еще более серьезные санкции. Что такое запрет поставок энергоносителей, так называемая эмбарго, что Америка перестанет закупать российскую нефть, и, конечно же, по американскому обычаю они будут требовать того же самого от всех своих союзников, от Евросоюза, от стран Латинской Америки, азиатских своих партнеров, Южной Кореи, Японии и так далее. Насколько им это удастся, сложно судить, потому что даже маленький намек на эмбарго вызвал резкий скачок вверх цен на нефть. Дорогая нефть – это удавка на шее всех производителей, что Китая, что тех же Соединенных Штатов, но с другой стороны. Китайцы-то как раз под это эмбарго не подпишутся. Китайцы будут скупать российскую нефть гораздо дешевле, чем американцы, и китайские производители получат сильное преимущество. Они будут получать энергоносители дешевле, чем американцы. Поэтому, на самом деле, сейчас будут бороться разные силы во всем мире, в глобальном масштабе, производители, финансисты, разные кланы мировой элиты, и все это приведет к тому, что Россия, в принципе, имеет шанс выкрутиться из этой очень сложной санкционной игры. И вполне возможно, что как только будут прекращены бои и столкновения, военная операция завершится, то в этот момент большая часть санкций может быть сразу же отменена. Даже если не будет достигнуто каких-то мирных соглашений. United Airlines объявила о приостановке на неопределенный срок рейсов из Сан-Франциско в Нью-Дейли и из Нью-Йорка в Мумбаи, поскольку их маршруты проходили над территорией России. То есть даже американские авиаперевозчики казалось бы, где Америка, где Россия. Но даже они летали над нашей территорией, и теперь они этого делать не смогут. И они вынуждены отменять свои рейсы. То есть американский бизнес уже в эти дни, когда большая часть санкций еще даже не вступила в силу, они уже сейчас несут потери. Министр юстиции и государственной администрации Хорватии Иван Маленец не исключил возможности замораживания собственности российских граждан в стране, по примеру других западных стран, в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине. Вот, пожалуйста, Хорватия, одна из излюбленных нашими олигархами гаваней. Лондон, Монако, Хорватия, Черногория, Кипр. Это такие мекки, куда многие-многие десятилетия вывозятся на самом деле плоды наших с вами трудов. Люди, которые трудятся, мозоли зарабатывают, пот проливают, иногда даже кровь проливают, учитывая то, как относятся наши предприниматели к правилам техники безопасности и обеспечиванию охраны труда. Даже и до этого доходит. А потом у кого-то появляются виллы, яхты, частные самолеты, вертолеты и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, Хорватия становится очередной страной, которая собирается прихватизировать все, что не до конца прихватизировано россиянами. ООН заявляет, убийство переговорщика от Украины Киреева в Киеве должно быть полностью расследовано. Напомню, что по официальным сообщениям в этом нет ничего особого. Украинская сторона заявляет, что, ну подумаешь, был у них там какой-то конфликт, но это же произошло не во время переговоров, правильно. Это произошло не в районе Чернобыля, где у них проходят встречи. Нет, вот если бы это произошло прямо за столом переговоров, бы его расстреляли, тогда да, это что-то серьезное. Ну а если он успел вернуться в Киев, и в Киеве уже что-то такое произошло, ну, соответственно, ничего страшного. ООНовцы с этим, слава богу, не согласны. Они требуют полноценного расследования. Немецкий экономист Даниэл Стелтер пишет в интервью «Фокус». Ситуация заметно ухудшилась. Мы находимся в длительном конфликте, и у нас заканчиваются важные экспортные товары из Украины, такие как сельскохозяйственное сырье, полупроводники или неон. Потому что черноморскими портами уже никто не управляет. Санкции против России оказались сильнее, чем я ожидал. Замораживание российских кредитов было умным шагом. Тем не менее, мало что меняется. Россия остается автономной и по-прежнему имеет доходы от экспорта нефти и газа. В конце концов, теперь есть два варианта того, что произойдет. Один плохой и один совсем плохой. То есть, это немецкий экономист оценивает с точки зрения Германии. Плохой мы, то есть Европа, получаем стагфляцию. То есть, рост цен при стагнации экономики. Цены растут, а новых денег не появляется. Всплеск инфляции уже виден сейчас, и мы сталкиваемся с огромной проблемой в области продовольствия. Россия и Украина несут ответственность за около 25% экспорта пшеницы, Украина за около 90% подсолнечника. Кукуруза и ячмень также поступают оттуда в значительных количествах. Вы все еще помните арабскую весну, которая началась в конце 2010 года? В то время не все хотели быть свободными, но начались восстания из-за того, что цены на хлеб резко выросли. Мы должны быть осторожны, чтобы это не повторилось. Ведь ясно одно, крестьянин на Украине в настоящее время не успевает засеять свое поле, если ему приходится одновременно воевать с Россией. Более того, никакой крестьянин на Украине свое поле не сеет. Крестьянин на Украине, как это и в России происходит, и в большинстве других стран мира, сеет поле огромной корпорации. Все эти Монсанты и другие производители привозят свои семена, засевают поля, собирают урожай. Это не крестьянские хозяйства. Это огромные олигархические корпоративные производства. Так вот, на самом деле, учитывая военную операцию, учитывая санкции и в России, и на Украине, и в других странах, вот эти западные корпорации сейчас отказываются работать. И на самом-то деле, если бы у нас была адекватная власть, то же самое, что и на Украине, это идеальный момент, чтобы скинуть с себя власть вот этих огромных корпораций. Сами давайте выращивайте свои пшеницу, ячмень, подсолнечник, все что угодно. Сами национализируйте хотя бы сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, сырьевые сектора экономики. Я бы не стал исключать новой волны беженцев. На данный момент из Украины уже, по данным ООН, убежало миллион семьсот пятьдесят тысяч беженцев. Миллион и три четверти тысяч. Миллион и три четверти беженцев сбежало из Украины. Ближний Восток является одной из основных стран, импортирующих зерно. Если эти страны снова дестабилизируются, волна беженцев будет возобновлена. То есть, с одной стороны, украинцы бегут в Европу, но если сейчас начнется голод на Ближнем Востоке, что очень вероятно, я напомню, Китай за последний год скупил в мире колоссальное количество продовольствия, сои и того же подсолнечника, пшеницы, риса, и Китай готовился к этому продовольственному именно кризису. Они все свои закрома наполнили. На Ближнем Востоке подобным никто не занимался. У них в любой момент цены на продовольствие могут скакнуть в разы, возникнет дефицит. Голод, это вот европейскими экономистами оценивается как возможная причина новой волны миграции в ту же Европу. Они придут в Европу, и что они захотят? Кормите нас, пожалуйста. У нас там кушать нечего, вы нас, наверное, накормите. На это нужны деньги. А у Европы сейчас с деньгами проблемы. В самой Европе цены растут. То есть, туда придут беженцы, которые потребуют хлеба, а хлеба им дать никто не сможет. И что тогда эти беженцы будут делать? А если их не пустят в Европу? А домой они не могут вернуться? То есть, в прошлое десятилетие арабы, чернокожее население Африки и Ближнего Востока рвались в Европу за хорошей жизнью. Они не довольствовались остаться там в Италии или в какой-нибудь Венгрии, в Болгарии. Они рвались как можно дальше. В самые богатые страны Германия, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Швеция. Сейчас не так. Сейчас, если будет волна беженцев, это будут голодные, озлобленные люди, которым в прямом смысле нечего есть. Они будут готовы на все. Возможно, массовые побоища и столкновения на границах. С одной стороны, вооруженная полиция, таможенники Евросоюза, а с другой стороны, вот эта вот масса людская, которые бегут от страшного голода на своей родине. Китай поступил умно, возможно, они знали и больше. Они построили склады и запасаются сырьем, в то время как у нас почти нет запасов. Вы видите, газ, уголь, продукты питания, цены значительно вырастут. Это меня беспокоит. Совсем плохой сценарий, когда мир бойкотирует российскую нефть и газ. Мы получаем двузначные темпы инфляции, наши экономики массово рушатся. Санкции всегда причиняют боль обеим сторонам. В конечном счете, вопрос в том, кто продержится дольше. И Германия сильно пострадала бы, потому что зависимость от России непропорционально высока. Таким образом, у нас есть выбор между стокфляцией и стокфляционной рецессией, когда экономика сокращается и в то же время инфляция растет. То есть не просто экономика не растет, а когда экономика сжимается. И опасность беспорядков в Северной Африке. Близость Китая к России очевидна. С Индией вы еще точно не знаете позиционирования. Но существует большая опасность, что больше технологий поступит из Китая в Россию, а больше сырья в Китай. Я думаю, что самым большим победителем в дестабилизированном мире станет Китай. Это трагично, потому что мы должны были сделать все возможное, чтобы приблизить Россию и Украину к Европе. Теперь это уже невозможно. Друзья мои, это принципиально другой мир по сравнению с тем, что мы знали все предшествующие годы. Если специальность, ваша профессия предполагает серьезный уровень кооперации с другими странами, с Азией, с Европой, с Америкой, с Африкой, для вас сейчас либо открываются большие возможности для развития вашей отрасли, и, соответственно, вы будете востребованы как специалист, и в ближайшие годы у вас будет хорошая возможность делать карьеру. Например, если вы сейчас просто специалист, вы станете начальником отдела, может быть, создадите свое какое-то предприятие, которое будет оказывать соответствующие услуги, может быть, станете исполнительным директором. У вас большие возможности для развития, если вы занимаетесь международной кооперацией в определенных сферах, внедрением зарубежных технологий в России, которые сейчас будут вытеснены, и нужно будет внедрять конкурентов и так далее. А для многих это будет, наоборот, катастрофа и крах личных карьерных траекторий, потому что некоторые сектора экономики будут не просто сокращаться, будут просто обрубаться, как будто их и не было. Ну и, конечно, главная новость последних дней, которую необходимо максимально широко и всесторонне освещать, ядерное, биологическое и неконвенциональное оружие, которое сейчас распространено на Украине. Огромное количество дезинформации приходит сейчас со всех сторон, пытаемся разобраться в тех фейках, которые вбрасываются. Многие из них я вам даже не показываю, потому что совершенно не ясно, что это такое. Это настоящая информация или это какая-то вообще компьютерная графика. Но те данные, которые приходят сейчас касаемо именно вооружений, это серьезная информация. В ближайшее время будут, я так понимаю, предоставлены все захваченные нашими военнослужащими документы и так далее. И вопрос идет о том, что по-хорошему надо возбуждать международный трибунал. Если американцы реально, англичане и американцы реально помогали Украине обзавестись ядерным оружием, чтобы потом использовать его против России, как это проговорился Зеленский. Друзья мои, это речь о международном трибунале. Не против Путина и даже не против ковидобесов, а против британского правительства и секретных служб, которые за этим всем стояли. Вероятно, Зеленский действительно планировал собрать ядерную бомбу, что и спровоцировало Россию ввести войска. Есть все основания полагать, что истинная подоплека конфликта на Украине может быть куда конкретнее, чем просто деноцификация и страшнее. Во-первых, именно Зеленский в Мюнхене накануне вторжения первым озвучил, что Украина есть все, чтобы собрать ядерную бомбу. Именно Киев, а не Москва, первым намекнул на применение ядерного оружия. Во-вторых, после вывоза в 1994 году всех боеголовок из Украины в РФ, там осталось несколько научно-исследовательских институтов, в том числе в Харькове, занимавшихся ядерной темой. Целая сеть атомных электростанций и Чернобыльская зона с повышенным уровнем радиации, которая идеально подходит для проведения секретных экспериментов с возможным выбросом радиоактивных частиц. Ну то есть на самом деле ядерная тематика настолько серьезная, что ее контролируют даже из космоса. И в регулярном режиме международные контролирующие спутники летают над планетой и смотрят, не происходит ли где-то выбросов радиации. Если где-то происходит выброс ядерной радиации, который не был заранее обговорен, что да, мы будем проводить испытания ядерного оружия, или мы запускаем новый реактор, или что-то такое происходит, то это все подлежит международным инспекциям и проверкам. На Украине есть место, где постоянно повышен радиационный фон, то есть они имели возможность разрабатывать ядерное оружие, не подвергаясь никаким проверкам и контролю. В-третьих, вся картина наступления российских войск, знаменитых Z и V, говорит о том, что в первую очередь любой ценой идет наступление именно по направлениям к атомным станциям. Вспомните, что происходило в первые дни войны под Гастамелем и Чернобылем, а позднее в Энергодаре. Похоже, что они там что-то ищут. И наконец, с российской спецоперацией в Великобританию бомбит, то есть они нервничают намного больше, чем даже американцы. А ведь именно британцы являются одним из гарантов Будапештского меморандума и главным подозреваемым в раскручивании Украины на реализацию программы по ядерному оружию. Но также стоит вспомнить, что именно из Великобритании большая часть вооружений поступала все последние недели по направлению на Киев. Даже был создан специальный воздушный коридор. Постоянно туда-сюда сновали транспортные самолеты. Короче говоря, если наша власть вдруг проснулась и решила добиваться справедливости, сейчас вопрос должен стоять не просто о том, чтобы там с России санкции сняли и так далее. Мы должны переходить в наступление. Это наша обязанность. Если кто-то на планете хотел развязать ядерную войну, в первую очередь с ударами по России, разве же это не повод для международного трибунала? Мы должны добиться, если либо мы признаемся, что это все выдумки нашей пропаганды, что это все ложь и фейк, либо мы переходим в наступление и показываем документы, показываем материалы. Сейчас уже написали о том, что из Америки в Россию завезли ядерное... Простите, из Америки на Украину поставляли оружейный плутоний. Слушайте, если это правда, если на Украину поставляли материалы для производства, для создания атомной бомбы, но это крайне серьезная тема. Я уж не говорю сейчас про биологическое, бактериологическое оружие, не говорю про другие моменты. Якобы оборонительное вооружение поставляли, а сейчас выясняется, что это самое настоящее наступательное вооружение. Вопросов огромное количество, но главный только один. Наша власть, она реально решила играть в эти игры? Мы реально решили добиваться справедливости? Тогда наш путь ясен. Международный трибунал против тех, кто разрабатывал запрещенный вид вооружения на Украине. Вы слышали, чтобы Лавров, Захарова или Путин об этом говорили? Я что-то не слышал. Выводы делайте сами. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, высказывайтесь в комментариях. Спасибо, что вы все еще со мной. Уже больше 8 тысяч человек от меня отписалось за прошедший месяц. Насильно мил не будешь. Всего доброго.